Моргу шум, милорд. Глава первая. «Матушка, вы хотите от меня избавиться?» — с порога спросила я, едва распахнула дверь. Торопилась, чтобы уж точно не передумать. Матушка отложила вышивание, выпрямилась в кресле и лишь потом развернулась в мою сторону. Взгляд ее светло-голубых глаз не предвещал ничего хорошего. Трусость, с которой боролась по пути, враз вернулась ко мне. Леди делила и в хорошем-то расположении духа незнакомым людям внушала опасения. А уж сейчас и подавно могла довести до нервного срыва. Но и я сдаваться не собиралась, поскольку на кону стояла моя судьба. «Это что еще за вопросы, Мария? Как ты вообще посмела нарушить мое послеполуденное уединение?» «Это вызвано необходимостью», — пробормотала я, все сильнее тушуясь под ее немигающим взглядом. Но я отступать не планировала, стояла, словно приросла к полу. «Подойди и присядь», — указала матушка на кресло напротив. Я безропотно подчинилась. Раз уж сунула голову в петлю, так теперь ничего не остается, как терпеть, пока она затягивается, разве что произойдет какое-нибудь чудо. «А теперь говори», — велела леди. «Только так, как подобает вести себя покорной дочери по отношению к матери?» Собственно, я уже все сказала. Меня действительно больше всего волновал вопрос, почему матушка хочет от меня избавиться. Сегодня за лэнчем, на котором присутствовали только члены нашей небольшой семьи, а именно матушка, я и моя старшая сестра Реджина, леди делила будничным тоном, сообщила, что нашла для меня работу вдали от дома. Надо ли говорить о том, что аппетит мой сразу же испарился? А перечить матушке я не рискнула, но и она в подробности не вдавалась, поведав лишь, что отъезд мой назначен на послезавтра, а еще через три дня я обязана приступить к должности гувернантки пятилетней девочки, дочери какого-то аристократа. «Матушка, почему я?» Если бы я рискнула пошевелиться под ее пристальным взглядом, то сложила бы руки в молитвенном жесте. Но мне велено было сидеть с прямой спиной, и руки мои были сложены на коленях, как и подобает благовоспитанной девице. «Почему не Реджина? Она ведь старшая». Леди делила, встала с кресла и отошла к окну. «Я поняла, что меня ждет отповедь, матушка, ведь прерывала зрительный контакт, когда хотела кого-то отчитать особо сурово». «Мария, ты же понимаешь, что задаешь вопросы, на которые я могу не отвечать», – зазвучал ее металлический голос. «Но я отвечу, конечно же, из любви к тебе. И только потому, что впереди тебя ждет новая жизнь. Кроме того, так случилось, что ты будешь находиться вдали от родного поместья». Она ненадолго замолчала, и я воочию увидела, как она сцепила руки в замок перед собой. Я увидела объявление о работе гувернанткой в вечернем вестнике. «Сразу же подумала, что эта должность отлично подойдет тебе. Ты скромная, в мироумная, воспитанная и должна любить детей». Матушка сделала упор на слове «должна», а я невольно призадумалась. С чего она взяла, что я должна любить детей, если их не было в моем окружении от слова «совсем». Сама я понятия не имела, как отношусь к этим капризным созданиям. Да-да, именно капризным. Именно таким рисовало детей мое воображение. Вскоре я написала герцогу Хоббсу, предложила тебя в гувернантке его дочери. И вот вчера я получила положительный ответ. Тебя ждут в замке. И чтобы ты знала, моя дорогая, герцог назначил тебе более чем приличное жалование, две трети которого, конечно же, будут переводиться сюда. Но и той трети, что будет оставаться тебе, с лихвой хватит на все нужды молодой и некапризной девушки. Что еще ты хочешь узнать? Она повернулась ко мне, и я не успела спрятать удивление вкупе с раздражением. «Что еще, Мария?» – повысила голос леди Делила. «Вы так и не ответили на мой вопрос», – пробормотала я, рассматривая свои слегка подрагивающие руки. «Почему я?» «Ну, это же очевидно». Она вернулась к креслу и царственно опустилась в него, расправив подол платья. «Реджина получила отличное образование. Она – дипломированный маг в дипломатической области, работает в Доме юстиции». «А я?» – не выдержала и, поправ все правила приличия, перебила я. «А что ты?» – вновь окунулась я в голубой холод матушкиных глаз. «Я же учусь в академии. Еще два года, и я тоже буду дипломированным магом». «Дорогая, не спеши мои оборки», – усмехнулась леди Делила одними губами. «Бытовой маг, к тому же, очень слабый. Что ты будешь уметь такого, с чем не справилась бы я, без специального образования?» На это мне ответить было нечего. Матушка права. И маг из меня никудышный. Я и в академию-то поступила только благодаря усидчивости и старательности. Да и оценки мне рисовали за это же, а не за звезды с небес. Но это не отменяло моего права на нормальную жизнь, которую выберу сама. Я уже подумывала о будущей работе, кем бы хотела быть, мечтала накопить денег года за два и открыть собственный цветочный магазинчик или лавку на крайний случай. Там бы я продавала букетики влюбленным со всякими магическими сюрпризами. Мелочь, но приятно. «Матушка, умоляю вас, не отправляйте меня из дома. Я хочу закончить академию и получить диплом, а потом устроиться на работу. Мы же не нуждаемся папенькиных денег. Ни слова о деньгах!» Прикрикнула леди Делила, что позволяла себе крайне редко. «Ваш папенька умер и оставил нас практически без средств к существованию. Те крохи, что имелись, уже иссякли. И теперь каждая из нас должна подумать, как прокормить семью. Я очень надеюсь, что Реджина будет хорошо зарабатывать в доме юстиции. А ты, ты тоже внесешь свою лепту и не позволишь злым языкам трепать старейшее имя Свейнов. Я поняла, что разговор окончен, когда матушка вернулась к вышиванию, перестав обращать на меня внимание. Да и что я еще могла сказать, как переубедить ее? Если леди Делила принимал решение, то ему обязаны были следовать всем. Так было и при жизни папеньки, который оставил нас три года назад. «Мария!» – остановил меня голос матушки возле самых дверей. «Продумай, как следует, что ты возьмешь с собой. Там, куда ты едешь, климат очень суровый, не в пример нашему. А куда я, собственно, еду? Об этом я спросить не догадалась. А сейчас уже время было упущено. Да и какая теперь разница, если ничего нельзя изменить? Как не подчиниться воле леди Делилы, так и позволить роду Свейнов влачить жалкое состояние я не могла. А это значило, что путь мне один. К какому-то герцогу, кажется, хопсу. И к его малолетней дочери. Два дня пролетели как один миг. Пара не самых больших саквояжа с моими вещами, а теперь и жизнью, что оставалось за плечами, стояли возле парадных дверей и ждали, когда я попрощаюсь с матушкой и Реджиной. За дверью дожидался дилижанс, о котором матушка позаботилась заранее, и который должен был отвезти меня на железнодорожную станцию. «Удачи, береги себя там», – прижалась сестра к моей щеке и прошептала на ухо. «Мария, помни, что превыше всего честь семьи. Постарайся ее не опорочить», – проговорила матушка, а потом и вовсе неуклюже клюнула меня в щеку. В какой-то момент мне вдруг показалось, что в уголке ее глаза блеснула слеза, но даже если и так, то она быстро с собой справилась. Плачущей леди Делилу не видел никто и никогда. Я выглянула в окно дилижанса, провожая взглядом небольшой, но уютный особняк, где прошли мои детство и юность. Как скоро я вернусь сюда? И вернусь ли вообще? С академией вопрос урегулировала. Ректор даже посочувствовала мне, когда узнал, что бросить учебу вынуждают семейные обстоятельства, и обещал, что если я вернусь, не позднее, чем через пять лет, то он меня восстановит на третий курс, и я ему была благодарна. В эти два дня я была рада любому доброму слову, а неизвестность, что ждала меня впереди, пугала без меры. Почти сутки мне предстояло добираться до портового города и еще двое суток плыть на пассажирском судне до самого северного города страны под названием Уокс. В народе его еще называли городом вечных туманов, которые стали нашими спутниками всю вторую половину путешествия по Серебряному морю. Как лоцман находил дорогу в этой плотной зависи, ума не прилагала, и даже обрадовалась, когда судно причалило к пирсу, и я смогла по шаткому трапу спуститься на хоть и мокрую, но твердую землю. После морского путешествия меня изрядно пошатывало. Кроме того, в Уоксе было гораздо холоднее, чем в моем родном городе. С моря дул ледяной ветер, а туман постепенно превращался в мелкую изморось. Меховую накидку я не догадалась достать из саквояжа и изрядно промерзла на пристани, когда услышала окрик. «Мисс Свейн!» Когда окрик повторился, я разглядела в нескольких шагах от себя долговязого и худого старика в длинном плаще. Он крутил головой по сторонам и заметно волновался.